А кто ходил в бок? Почему? Я камеру разобью тогда. На общение с прессой этот молодой человек явно не настроен. Рано утром он потерял работу. В гаражном боксе в Ярославском микрорайоне резинотехника вспыхнул пожар. От огня пострадали три мусоровоза, а внутри полностью сгорел легковой автомобиль. Раньше этот гараж принадлежал заводу резинотехника, теперь находится в частной собственности. Владельца на месте нет, а рабочие от камеры просто сбежали. В комментариях журналистам работники этого гаражного бокса отказали. А для того, чтобы мы не попали внутрь и не сняли остатки сгоревшего авто, нам заблокировали двери, подогнав ко входу вот этот масс. Когда мы обошли здание, оказалось, что гаражный бокс с другой стороны пострадал сильнее. Полностью выгорели ворота и окна внутри остов сгоревшего авто. Марку легковушки распознать практически невозможно. На месте происшествия работали два пожарных расчета. За 20 минут они локализовали пожар. Хулиганы жгут, траву раз и бросят, ну долго что ли. А тут, видишь, деревом это было обшито. Все сразу вспыхнуло. Как говорят очевидцы, очаг возгорания находился где-то здесь. По предварительной версии вот этот мусор загорелся. Дальше огонь распространился на соседнее здание. И вот он, масштаб трагедии. К сожалению, сухая трава сейчас горит повсеместно. Это видео снято на регистратор авто в районе окружной дороги в Ярославле. Как поясняют в МЧС, только за минувшие выходные сотрудники более 200 раз выезжали на пожары, связанные с несанкционированным палом травы. Самое большое количество возгораний зафиксировано в черте города и в Ярославском районе. Причем площадь пожара порой достигала свыше одного гектара. На данный момент главным управлением МЧС России по Ярославской области личный состав силы и средств переводится в состав повышенной готовности. Разворачивается оперативный штаб по контролю за пожароопасной обстановкой. Вводятся дополнительные пожарные расчеты. МЧС предупреждает, чтобы не допустить режима чрезвычайной ситуации в нашем регионе, стоит соблюдать правила пожарной безопасности и не поджигать сухую траву. А в случае обнаружения очага возгорания, звоните по телефону экстренных служб 01 или 112. Светлана Доброхотова, Денис Ромашов. День в событиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова